Республика стала площадкой для обсуждения важных для развития регионов вопросов. На круглом столе с участием федеральных экспертов в области экономического развития говорили о том, какие инвестпроекты намерены реализовать в Чувашии и что для этого необходимо. Опыт показывает, что инфраструктура это то, чему нужно уделять особое внимание. Так, в рамках проектной деятельности в республике уже начато строительство нового цеха Чебоксарского мясокомбината и завода объемно-блочного домостроения, реконструкция аэропорта. И это те элементы, которые позволят поднять на новый уровень экономику всего региона. Олег Николаев подчеркнул, у республики есть все шансы для экономического прорыва. Республика удерживает позиции по устойчивости региональных финансов и открытости бюджета Чувашской республики, достаточно низкой долговой нагрузки в плане государственного долга, имеет великолепные возможности привлечения соответствующих ресурсов для реализации инфраструктурных проектов. Глава добавил, что именно опережающее проектирование позволит открыть новые горизонты для развития региона. Уже готова проектно-сметная документация почти на 2,5 миллиарда рублей. И до конца года сумма еще увеличится. На эти проекты опережающего развития выделят 375 миллионов рублей из бюджета республики. Инфраструктура, она не просто делает жизнь лучше и современнее, но она прежде всего создает условия для развития бизнеса и вовлечения территорий в оборот и других активов, которые без такой инфраструктуры либо ничего не стоят, либо даже приносят отрицательную стоимость. В ходе обсуждений федеральные эксперты сошлись во мнении, что Чуваши экономически активный и перспективный регион. И при грамотном финансовом подходе самые амбициозные цели и задачи достигаемы. Многие строители и многие представители бизнеса Чуваши просто не знают о тех возможностях, которые есть для того, чтобы их проекты реализовать. Вот это один из важных итогов сегодняшнего мероприятия. Дальше те, кто приехал сюда из институтов развития, из органов власти, они увидели, что Чуваши очень красивые, что у нас замечательный город, и что здесь есть реальные большие возможности, которые можно реализовать. У нас очень хороший образовательный потенциал и очень хорошие заделы приборостроения в электротехнике. То есть в таких перспективных отраслях эти отрасли должны получить дополнительную поддержку, в том числе с помощью развития инфраструктуры. Наталья Мальчикова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.